Мало нас, жалко. Мало нас, ребята. Нам Россию не переломить с вами. Интересно, да? Сколько писем? Ну, сделайте нам, чтобы у нас не абрикосы, чтобы абрикосы у нас не гнили при Балтийских странах, областях. Да ради бога, ну мне там нужны помощники, которые возьмут. У меня же как, я на двух вебинарах рассказал про эти веточки, их ровно 15 я срезал с этого манчжурца, ниже прививки, да? Который штаб не сгнил в таких условиях, что даже в Ленинграде не найдете такой сырости. Вот. Самое сырое место. Там только у меня китайский лимонник прекрасно растет. И вот, значит, и этот абрикос. И у меня уже двое, уже по одной ветке двое купили. Ну, это что? Я все, что могу. Это институт должен был тоже прислать этого, как он называется, гонца. Да. Чтобы забрать все 15 лет, тогда еще это самое, бутылку коньяку к деньгам присоединить, чтобы я вдруг не отказал от какой-нибудь обиды. Так, ну что. Значит, если это подчеркнул Антон Валерьевич, буду отвечать на засиненные вопросы пока, или все подряд. Так, я правильно понимаю, что вы приводите черешни на вишню, и вишня пока побеждает. Пока. А бутылку без привычки сразу с косточки выращивался. И так, то может ли это быть связано с тем, что вишня имеет более сильный ген, или потому что она более устойчивая к прозруху? Ну, вы уже ответили на вопрос. Вот. И вопрос, что вы знаете о гибриде черешни и черемухи? Так, значит, начнем со второго, потому что на него легко ответить. Вишня и черемуха, их гибриды называются царападусы. Это совершенно разные виды, это межвидовое скрещение, это успех, это триумф нашего любимого Ивана Мичурина. Нечто подобное сейчас сделал, изобрел нечто подобное. Латин-Копф, я его поздравляю, успех дичайший. Вот. У него слива с вишней получились. Заметьте, тоже разные виды, тоже успех. Все. Больше не знаю ничего, потому что я противник вегетативных, нет, не вегетативных, а сеньцевых гибридов разновидовых. Понимаете, в чем дело? Ой, нет. Другой раз. Это я сейчас так заведу вас. Меня поймут на первом этапе, только Латин-Копф поймет. И то не согласится, поймет, то не согласится. Ой, как мне повезло иметь такого умного оппонента. Я просто это, Латин-Копф и бросиков. Ну, сбросиков. Ну, а Латин-Копф что? Латин-Копф денег, что вы хотите? Так, ладно, отвечаю на первый вопрос. Боднер без прививки сразу с кошечки выращивает. Ну, к сожалению, у него великолепные результаты, но они ограничены узким, как его назвать, узкий-узкий коридор или узкий район, потому что рядом и замерзающая езель, и рядом плотина, которая замерзает только ближе к весне, то есть после Нового года. Водохранилище аномальное тепло. Нет, все равно мороз. Вот, например, все равно холоднее, чем в Ленинграде. Сырее намного, чем, допустим, в Сибири в целом, и мне в частности. И получается, что особая, как бы, зона, и там удалось, как бы, Боднер и еще, наверное, сотня-две, таких же отчаянных, садили-садили-садили, получился феномен. Науке он неинтересен, потому что им почему-то надо опять с нуля начинать, а не просто пойти. Но уже его саженцы, которые ко мне переехали, они не сразу, но все погибли. Что успел перенес, я рассказывал уже вчера еще, в прошлый раз, что у меня погибла белая черешня, и погибла, конечно, от мороза. Перед этим была сорокожданная зима. Она уже привита у меня была на вишню. И пусть у меня еще живы красные Боднера, пусть у меня еще живы там с Волги. И все-таки, все-таки, единичные деревья, это еще не успех. Надо все это было тиражировать в сотни-сотни. Надо было создавать целый институт. Пусть он был не в Сибири, потому что в Сибири это как отдельное, как будто это самородки, там эти деревья, каждый самородок. Но много их никогда не будет через него. Где-то в средней полосе России. Надо продвинуть от Брянска сразу на тысячу километров. И там использовать мою технологию, так, брос Боднера, эти семена, и что-то бы получилось. А сейчас я отвечаю сразу. Смотри, ну то есть поняли. В это направление, ну уж поняли, что когда сказано было, что это ваше личное дело, этим самым начальником там департамента Минсельхоза. Ну понятно личное дело, значит они ничего делать не собираются. Теперь, я правильно понимаю, что вы приваете черешню на вишню. Что такое вишня побеждает? Она, да, побеждает черешню. Я рассказывал, я этим мало занимался, но в случае настораживает. Пять штук продаю новому русскому, через год прибегает, что-то это обманул. Вот, это из пяти черешен три получились вишни. Потом я рассказывал, как мы с Чернобаевым, то вишня, то черешня. Получается так, да, черешня недолгий срок, может быть через год-два и в мае поумирает. Но у меня нет возможности развиваться, нет возможности продолжать эту тему. Вот, я боюсь, что останемся без черешни и потеря будет для всего России. Вот, вишня побеждает черешню как? Она ее отталкивает. Вот, я придумал, как сделать, чтобы максимально у них была дружба. Но это отдельная тема, часто рассказывал, еще расскажу. Вот, но черешня успевает вишню тоже переделать. Плоды становятся слаще, так. Это вишня, которая плоды крупнее, слаще. И где-то напоминает черешню, помните, десяток снимков я показывал. Это часть пути пройдена, да. И вишня уже, как бы, заражена сердцем. Я, кстати, спасибо за этот вопрос. Я придумал новый термин. Инфицирование. Один термин, да, вот. И диффузия, я металлург, диффузия металлов я перенес в понятие. Все расшифровывать не буду, а то сразу подключайте ящики. Вот, но получается, даже если черешня на вишне погибнет, черешня уже не та. Поняли, да? Вот. Ладно. Больше отвечать пока на этот вопрос не буду. Достаточно того, что сказал. Так, куда мне смотреть, вверх или вниз? А, наверное, вверх. Так, спасибо за ваш труд. Если бы мне об этом сказал тот министр, который послал меня. Имеется в виду министр средств. Вот, и тот председатель этой самой конференции, который меня заткнул рот. Вот тогда бы. Так, правильно. Так, когда выкладывать косточки в висеволочи на сертификацию? У меня два месяца получается. Вот. И всегда говорю, отсчет идет от посадки. Два месяца, но отсчет захотите в апреле посадить. Средний врал, это середина апреля, можете садить. Это значит, что два месяца в эту сторону отстегиваете. И дальше, еще раз говорю, если почти долго, почти не просыпаются семена, любые, которые хранятся строго при 0, допустим, градусах. Вот. Они могут лежать месяц, два, три, и даже полгода. Именно эта цифра чаще всего упоминается при работе с вишнями, со сливами. Полгода так, ну я округлен. Вот. А у нас все получается. Кроме холодильника ничего нет. Я думал, уже каждый погреб имеет там, потому что люди гараж имеют. Горожане, сейчас же только они занимаются садами. Больше сельчанин нет. И получается, что нет у меня погреба, нету. Ну, холодильник. Холодильники теплее намного. Два месяца все, хараул, вишня уже просыпается, волочная. Вот я ответил. Хотя все это примерно. Так. Хочется отслышать от вас, Валерий Костинский, как правильно отрезать сухие ветки, или их оставлять, оставлять себя в саду. Как правильно отрезать это, ой, это, вот так вот сейчас не скажу. У нас будет тема обрезка. Давайте тогда и поговорим. Вы же никогда не денете зимой-то. Не собираетесь, нет, это, на Канары погреться? Я нет. Мне для этого нет средств. Так. Так что я буду всю зиму с вами. Всем привет, и вам привет, Ева. Здравствуйте, Лариса. Я догадываюсь, какая Лариса. Так. Надо ли обрезать сухие ветки, очень старые груши. А, ну, в принципе, хотя бы коротко ответить. Надо обрезать, то забудьте обрезку на кольцо. Даже если она полностью сухая, то есть отрезаем до живого места, если она засохла, ну, половина, три четверти, четверть, до сухого места. Так. А если она полностью сухая, оставляете, ну, так, на пальцы гляньте, вот, оставляете пни, оставляете сучки, так их можно назвать, сантиметров 15-20. Ничего, что сухие. Дерево от этого ни холодно, ни жарко. Но не обрезайте заподлицо, вот это и есть страшная ошибка, которая привела к гибели миллионов деревьев. Так, сейчас мы, вот здесь написано, завершен бесплатный сеанс. Что это значит? Еще за честность благодарят. Может быть, уже закончилось все? А может, нет. Продолжать, не продолжать. Мы сделаем по-другому. Пока будет какая-то реакция Антона Валерьевича, я опять на кухне заслежу чаем. И вам даю возможность, два часа прошло, еще небольшой перерыв, буквально две-три минуты. Я даже просто не знаю, вот, что сейчас делать. Что делать? Продолжать, или, может быть, уже время вышло, и пора, это, как только сели сзади, прекращается в дозволенной речи. Я на кухне на две минуты. За чаем. Нет, когда ты пойдешь в машину греть? Идешь со мной? Нет, хочу комплекта. А, ну ладно. А, ты уже пошел, то есть, да? Нет, я еще не закончил. А. Ты, то есть, после семинара пойдешь греть? Да. Ты, то есть. Ты, то есть. Ты. 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 так тут ничего не изменилось на экране я думаю так наверное надо продолжать удаленное управление сейчас уберем а нет как же убирать то она нельзя вот такой тупой а еще в эти полез как он называется учить других компьютеры дурак дураком так я и ответил на всякий случай буду продолжать так сожалению не могу подключиться это вопрос не ко мне так алыча на абрикосе живет несколько лет и просветает еще раз говорю абрикос это к тому что не то что ко мне про как будто я такого не знаю алыча слива для меня это одно и то же я до сих пор не могу понять разницу между ними поэтому будем горячей ли получать или слива значит абрикос мощное дерево так и она в идеале несколько раз крупнее но если брать там может на вес может на объем вот алычи и тире слива и легче ну как сказать легче совмещается вот а вот когда на меньшее на сливу алычу или аж не говорю протерн или там про вишню привить абрикос тут уже получается что все намного хуже но я еще раз говорю пока есть есть возможность иметь подвой абрикоса купить вырастить привайте абрикос на абрикос если есть возможность приобрести морозостойкий подвой слива алычи те же что минус 50 удерживает у меня это китайские сливы многие кстати их и называют алыча вот тут уж никуда не денешься это будет прекрасный подвой алыча на алычу слива на слива если считать что это почти одно и то же слева на сливе абрикос на абрикосе мельвидовые прививки последнюю очередь от отчаяния вот несмотря на то что допустим есть хороший пример вот несколько лет алыча живет на абрикосе ну кстати это не 20 не 30 не 40 лет вот не известно что будет завтра так весной я привил три груши вообще по два привоя за лето не вырасти более 80 сантиметров так в расчеп это неплохой способ они набломился от ветра чтобы другие не поломались я укоротил наполовину это был август правильно сделано это было обрезать серьезный вопрос еще я привал по два привоя вдруг один приживется другой нет но прижились все теперь не знаю оба оставлять или один связать оба оставлять успеет сам сдохнет то есть жизнь заставит сам погибнуть пока не трогайте что касается смотрите вы укоротили наполовину чтобы не поломалась здесь плюс на минус вопрос что важнее вы можете после отполомки так после хотя может быть надо бы принять другой способ как-то чего-то подвязать скажем вот когда вы в августе их укоротили у них прекратился процесс подготовки к зиме для них это любое укорочение а прививка это искусственное дерево оно ничего общего с программа естественно не имеет вот у дерева в любого существует программа ему нужно быстро то что укоротило быстро вернуть на место крону то есть она считает так если где-то в кроне появилось отверстие его надо сразу чтобы затянуло она может вместо одного в поломанной большой ветки целую кучу мелких заткнуть дырку почему будем говорить сто раз уже говорил единственный на планете который догадался что задача листья отводить воду от кроны от центра то есть от этого самого касается груш особенно и абрикосов отводить воду вот а здесь получается как что такое прививка это боковая ветка привили еще может даже выпрямили супер росла и вдруг один отломился а это самое остальные укоротили укороченные и так как у них программа не для прививочного дерева до корня собственного было программа их родная быстрее начнут а впереди зима а им по барабану у них это идет чисто механически у них на эту мозгов не хватает то есть они умные но живут только по программе программа требует быстрее а еще так это ладно если отключу не за включать нельзя потому что иначе с антонов сафронов нибудь связи ладно так продолжим случайный звонок надеюсь значит так все плодовые роскошные деревья съедобные в россии эмигранты откуда родом плита в два раза полтора длине что хочет сделать укороченное дерево выпустить почки проснулись превратились побеги а еще и заснули дыру которой они предназначены то есть им стимулировал всех просыпание развития а впереди зима и это тоже будем проходить и они шансов погибнуть у них теперь гораздо больше вы даже скажете не они у меня не проснулись и не прошли ветки они только и вроде на месте остались а вы не замечаете когда они вот такие штуки бывают помните светение в отдельных областях в этом году да помнили вот просто без этого случился только перепутали весна с осенью а уж когда дерево ломается тут пусть почка вы не видите что нас чуть-чуть стоило чуть-чуть до зимы всего лишь даже еще зависит от это знаете когда берут ветку одну из 100 на дереве 100 веток я уж утрирую одну когда вы отрежете вроде бы ничего не случилось их же 99 и вот эта потеря одного процента листового аппарата будущего этого она вроде бы незаметно и там выдержал бы 40 а тот выдержит 39 и 9 то есть почти незаметно но когда вы это самое допустим я уж беру большой пример вы из 100 веток 50 отри отрежете и даже если не считать что вы сделали 50 ран допустим эти умники правы не влияет это на морозостойкость рана на дереве допустим вот эти же остальные обязательно проснуться и все будет и даже и и дальше еще идет день еще потеряли градус морозок еще пришла зима где-то ветка где-то проснулись почки где-то не успели но набухли и вот он 40 выдерживать должен а уже выдерживает 30 а мороз 35 вот такое мне объяснение надеюсь потом лишний раз еще включите поспокойнее досмотрите поверите что я говорю не шутки о том что осенью почки просыпаются пусть даже не до визуального состояния а просто просыпается чуть-чуть набухает теряется морозостойкость вот я уж не говорю про раны да анастасия у меня растет несколько груш самоселок две большие остальные маленькие можно ли приватить скелетно большие груши культурные сорта или лучше оставить это плодоношение собирать семена на подвой ну самоселки это значит конечно надеюсь что они такие роскошные какие вы потом за все еще раз увидите у меня еще не показала вот все это коллекция конечно они по качеству будут уступать так значит годятся ли на подвое но мы не знаем этот самоселок если это у меня вот есть груша 300 грамм весом да допустим роскошнейшие все допустим с него взять семечку я тогда говорю берите на привой а у вас семена на подвой конечно можно оставить до плодоношения собирать семена на подвой но каково будет морозостойко подобие я не знаю вам лучше знать если вы какие-то груши невкусные некрупные тогда на подвой годится и символы груши роскошная культурная вот тут сами понимаете это уже вам видней а плевать скелет на большие груши культурные сорта раз большие груши я не смогу разводить все но не обижайся если не проснешься давай молодец выдержал вот значит большая груша плодоносящая да даже не важно культурная полу культурная или дикая ну вот она уже как сказать экзамен сдала на никого где вы не важно где вы живете все равно бог даже вон на украине бывает минус 30 правильно на юге россии бывает москве бывает 40 вот она экзамен сдала и на нем скелет можно привать но не обижайте что процент мертвых будет меньше аран вы понаделаете куда деваться-то расплеваете я вам пример конкретный привел откуда такой выражающего в обыкновенной ветке три года там по пол ведра каждый раз в обыкновенной ветке она расти перестала потому что там груша на груши плодов столько было вы видели эти фотографии жаль еще третий год не фотографировал а потом раз мертва а так я же молодой был я учусь а может всегда так будет у такие уже не видно листья нет от площади листья все зависит это я говорю тем кто пытается нас это заворочить голову что покупайте калавитки не бывает так понятно чтобы на палке без листья выросли эти одни сплошные плоды так как мог анастасия ответил так когда все на разложение когда носит сервис семена у меня обычно на все уходит два-три месяца например я высажу в середине апреля так бывает во второй половине апреля знаете как вроде весна потом раз опять снег лежит ну шо сделать такая сибирь ладно ну примерно я начинаю соревновать сливы где-то в январе все остальное а еще и персики ну персики у меня не каждый год же бывает вот все таки нежная культура а все остальное феврале и у меня есть фотографии там как раз немножко видно что там фотографии при закладывании фотографии при открытии видно что сколько там уже из них выросло переросло не доросло спит вот самое главное что вам никогда не добиться 100 процентов алификации я уже убедился любые семена имеют свойства то что наука назвала разброс качеств или расщепление свойств она правильно назвала это рассчитано не то что вот вас раз половину зашло а половину нет ой какой неудача а деньги плачены за все а половину зашло у них разная программа у всех семян они рассчитаны на разное весну но это все уже мы уже изучали раз вот но еще вернем сертификации сейчас понимаете я без фотографии конечно мне трудно я просто коротко объяснил назвал цифру три месяца слева три месяца персик остальное два месяца так так тоже про моего внучка знаете почему там абажур это потому что антон валерьевич считает что такое должна быть как сказать ему кажется ему виднее когда включать выключать вот а этот парень держался молодец но уже засыпает через потом утром меня будет скандалить я пойду через час машину греть ночью 35 это неизбежно вот машину греть потому что машина отечественная мотор почему-то французский это нас наших этих жигули хает раньше меня проблем не было когда на девятке ездил так светлана так можно снять плоды очень осторожно не повредив плодовый путик или даже срезать плод секатором на полножки а вот все правильно значит мне обязательно этот вопрос задают все раз я против отрывания значит или вы ждете пока упадет все потом собираетесь вот как тут пишут спелые бьются в кашу вот и спору нет я просто назвал идеальных технологий не бывает я назвал причину почему это периодичное сплоотношение она не последнюю говорят виноват климат виновата почва почва бедная не успевает запастись питательными веществами не успевает выработать сахара не успевает выработать крахмал согласен но есть еще добавить что их отрывает это ну поверьте это как пальцы у человека на чем пальцы отрывать так и тут сама не упала отрываем но сюда я тоже сторонник меня как-то спрашивали уже отвечал берете ножницы а если не достать на чё хотите делаете хотите трясите хотите нет теперь теперь причину знаете это ваше дело так три года тому назад и посадил саженец груши из питомника но у него уже был отгнивший центральный корень саженец жив а вырастет новую сережку да вырастет значит смотрите ну конечно наверное гнило и отрезали один из боковых корешков развернется и пойдет вниз поэтому он и не погиб у вас вот и все так что тут а что такое ваше благодарю за ваше ладно варега мясной привела грушу пошли три почки получили стремочные ветки скажите пожалуйста обрезать две ветки оставить одну и когда сделать руки сколько раз обещал обрывать а мы с вами давно знакомы говорится то есть оборву еще в метки то эти три мешают но зачем их отрезать то единственное сделайте так чтобы они эти ветки не побывали сами я не знаю куда они растут вверх бог я бывало три растут я возьму в одну канатом они растут быстро канатом обрезал и все так все три на всю жизнь канатом вот так все три вертикально каждый из них дает сбок на черта раны на черта убирать то что через год-два даст там в ведро два плодов не волнуйтесь все лишь и без вас сдохнет если лишнее сдохнет если все три живы значит им порзено а разве вы загляните в будущее а пройдет 10 лет вот эта ветка на которую нацелили секатором да пока она маленькая вот за эти годы даст там 10 23 свете или погибнет ну погибнет и без вас зачем заранее то я поняли да ларис так не ожидал от вас такой вопрос мы оборачиваем штамбы разрезан пластиковыми бутылками срезаем бутылок верхнюю часть чтобы можно было брить стол совет хорош он оборачивается надо другим концом вот но дело в том что как вам сказать то меня мыши самый год когда снега было только что по нему нельзя было ходить провалился по пояс съели питомник весь питомник там было 400 яблонь и груш они съели его до высоты снегового покрова то есть метров на 60 то есть не способны если бы я оборачивал а представляете у меня там 400 саженцев было ограника их до метра вот есть вариант еще с этим я уже говорил об этом стеклотканью но есть у меня фотография когда мышь ну то есть помогала это самое я уже других спрашивал и один год по молодости и оборачивал потом не это надоело вот действительно вроде спасал муражива а можете не оборачиваем и были бы не тронуты не знаю а вот пришла фотография а там стеклоткань причем видно что да это стеклоткань была мышами раздернута так что как будто они не интересовало не дерево а сам вкус это стеклоткань я был так шокирован такая фотография у меня есть и получается четко ответ от меня не получите так чтобы тут так теперь звук пропал полчаса назад еще переписка была может быть я пустоту говорю а может нет может быть вы меня слышите так а вот это последний комментарий все получается полчаса и ничем а вот новый комментарий еще есть нет надо было вернуться там закончить шестнадцать минут назад верну она нас все продолжается развернуто назад как мне писали письмо так теперь вернемся где вы были просто я когда-нибудь закончу звук не пропал так есть звук борисенко пропал на каком расстоянии на социальности чтобы кроны смыкались но сибирский вариант я считаю 3 на 3 но это окончательно а вот например неделю назад мы сергеем ходили по питомнику чтобы еще раз говорю пкачущий питомник означает что часть деревьев остается навсегда может каждый десятый группа и разрастается и на следующий год уже места мало и приходится все-таки садить тут же выращивать на этой же площади теряя дерн конечно то есть там все время приходится работа тяпкой черный пар для нужен для саженцев для питомника но тем не менее разрастается саженцы посаженные навсегда так и выдавливать питомник то есть там все меньше меньше однажды там не остается ничего тогда же появляется и дерн вот и все в порядке вот но хотя я говорю допустим если небольшой участок вот у меня состоялся разговор в виде отдельного фильма вы увидите в гостевой с нашим русским немцем который живет в германии но планы связаны с этим с алтай да а у него 150 гектар а я ему говорю не надо ну конечно он не только ради сада вот но речь пока не гектарах я потом отдельно вам расскажу берется садится густо-густо а потом лишние переносится да я понимаю что приходится выкапать нарушать их целостность землей вот но в реальной жизни пересадка допустим 100 вырастил 10 оставил 90 перенес даже геометрическая прогрессия на следующий год площадь удесятилили а еще день и год если продолжать так пока на на конечно на покупных семенах на покупных черенках это первые годы в своем появится вот тогда хоть 150 вот тогда вот тогда хоть 150 гектар там как хотите а пока вот таким путем это и садить как питомники но потом получается то что получилось у нас сергеем когда мы ходили а у нас они уже переросли деревья и черенки не только на продажу а даже для себя для питомника уже не хватает бывает и тогда мы ходим и горим вот я говорю видишь смотри это приглядел у тебя все-таки старый волк в одном метре друг от друга растут две фаины а наши фаины перестали ветки давать практически вот посмотрите в каталог нету нету и обратно зарабатывать по 120 рублей за ветку нету и вот я тогда значит говорю вот видишь между ними два метра я еще убеждаю потому что ему хочется чтобы был красивый сад ну ровно ну видишь красивые сады бывают же особенно на западе но там нет наших проблем одна из проблем нищета и вот я ему говорю оставляем обе он может продать это лишние тысячи рублей а можете полторы не знаю это же фаина супер вот и оставляем обе они начнут выдачу с третьего года резать ветки они будут медленно расти в ветке как сказать почти за под лицо то есть оставляем все это же себе это же не перед питомник это не халтура чтобы отрезать верхушки как я получал посылки с одними верхушками и выбрасывал вот кто-то решил что меня это осчастливил верхушки отрезал пожалел ветки или нарочно а здесь получается что они медленно расти у них количество веток какой-то год на 3 4 достигнет 50 60 если сумма вырезать то есть обрезка на заготовку сенков так позовем если такая хотела ее нет в этом учебниках обрезка для заготовления сенков и тогда получается что вот так вышло вот два где получше покрасивее там двухметровые однолетние фаины привитые у земли с ними два метра и мы так оставляем обе что будет через десять лет когда они начнут друг друга давить вот меня не волнует совершенно это маточный сад а конечном счете хорошо если будет в среднем 3 на 3 а у меня 3 на 2 а у меня есть видели там через один-два метра мощность деревьев растут еще разновидовая и ничего я думаю когда они начнут друг друга убивать пока никто никого не убивает вот я так ответил на ваш вопрос так знаете что прошло два с половиной часа 2 часа 27 минут ровно вот все равно мы эту тему не закончили вот я не знаю значит почти все на на 3 а и погодите если досталось два письма тогда я закончу все таки что полу нибудь а вот количество меня нету полной все все я не смогу на это ответить антон вареевич просьба я и когда сильно много конечно физически невозможно ответить еще подробно но скопируйте вот это все потом отправьте мне эти самые на я хоть видите хоть в начале каждого этого хоть все-таки что-то отвечаю вот а что-то вы узнаете потом например вопрос как какой-нибудь он как раз будет тема через неделю через 2 через два месяца все равно отвечу на все вы пока просто скопируйте мне хотя понятно что одних вопросов бы хватило чтобы всю зиму отвечать а мне хочется по какой-то по какой-то системе знаете чем если сразу говорить во первых я может быть и не буду вообще говорить если вот так я буду говорить пустоту но нежные семена не нужны вот а если все-таки все на полном серьезе то тогда сливы сливы это такое чудо дело том что ну я по себе я наелся абрикосов детстве на корень так что я залит и не съедая ни одного абрикоса все яблоки для меня тоже не это а вот груши килограммами также как мой внучок сливы килограммами вот это я ем и вот следующий этот самый будет сливы сливы это понятно что это китайки по двое куда без них это роскошная привой а вы заметили что у меня в этом как он называется каталоге уже почти не осталось там один или два наименования как это случилось все переросли сливы перестали ветки давать а я не могу куда мне расширяться то забора за забором 50 это самое тысячи задним 50 тысяч сотка за другим 100 тысяч сотка ну все ладно хабиду высказал давайте до следующего раза прощаемся на какие-то вопросы отвечу следующую начале следующие субботы то есть начале следующего времена давайте до свидания вот я с вами прощаюсь все сколько было пороха не получилось так спокойного разговора вот этот обиды от того что деревья губят даже не на тот кто ради палатки срубил две березы даже не знает что он преступник предатель вот враги свой отец кто не дал людям землю вот не дает которая зарастает сосны уже уже такими сосны что больше эта земля никогда не будет плодоносить и это на земле планете которая все меньше и меньше становится народу все больше какие предатели сидят нет они не предатели они не на своем месте любой кто все скажет давайте дай людям землю дадим потеряет работу автоматом рядом тех кто любит окупать огромными партиями импорт для них это нет и осталось таких чиновников ельцинка берите землю сколько хотите понимаете да что дальше было чиновники подсуетились и все теперь она ничья колхоза разрушили людям землю не далее до свидания